Всем привет! Здесь я хочу представить возможность реализации бота на Telegram, позволяющего выполнить мониторинг компьютеров или сайтов с помощью команды ping и последующей отправкой уведомлений при отсутствии связи с хостом. Рассмотрим такое решение на примере операционной системы Windows 10. Безусловно, прежде всего нужно будет установить мессенджер Telegram. Зайдя в него, в поисковой строке вводим название представленного канала, позволяющего создавать ботов. Выбрав данные нажимаем старт. Здесь приведен список команд, среди которых я кликаю по представленной. Согласно появившейся подсказке требуется написать название бота. Я пишу ping, вы можете указать любое удобное для вас. Нажав Enter, теперь придумываем уникальное имя пользователя, заканчивающиеся на бот. И если таковое будет уже зарегистрировано, следует указать другое. Далее предоставляется информация о созданном боте, а именно ссылка на него и токен, который понадобится в дальнейшем. Также потребуется идентификатор, на который будут приходить уведомления. Чтобы его узнать, в поисковой строке набираю собака ID Bot и подключаюсь к каналу, где сразу выводится персональный ID. Но как вариант его можно определить, передрисовав сюда свое сообщение из какого-либо другого чата. Возвращаюсь в предыдущий канал и копирую имя бота. Затем, вставив его в поисковую строку и указав впереди собачку, подключаю и он сразу запускается. Что касается скрипта выполняющего команду ping и отправляющего сообщение в telegram при отсутствии доступа к хосту, то его я сформировал с помощью ooteit. В нем следует указать IP ключа бота, который я копирую отсюда и вставляю в текущие строчки. Причем фразу бот в начале оставляем. Таким же способом вводим свой идентификатор, который я определил немного ранее. Работу приведенного кода протестируем в локальной сети на IP адресе 192.168.1.71, прописанном в двух строчках скрипта. В моем случае текущий IP присвоен лэптопу. Возвращаюсь к скрипту и запускаю его нажатием на клавишу F5. Как можем заметить, он отработал, но оповещения нет, так как связь с ноутбуком имеется. На компьютере со скриптом сочетанием клавиш Windows Plus R открываю окно выполнить и запускаю пинг представленного адреса, где видим, что связь с ним есть. Теперь я возвращаюсь к лэптопу и отключаю его от локальной сети. Разорвав таким образом соединение с ноутбуком, в окне командной строки сообщается превышение интервала соединения для запроса. Перехожу к программе OutEat с написанным скриптом и снова нажимаю F5. В этот раз в Telegram моментально пришло уведомление о том, что связь с данным адресом отсутствует. Причем в сообщении приводится код ошибки 2, который информирует о том, что хост недоступен. Благодаря указанной функции ping в скрипте значение может быть одним из представленных. Проверив работу написанного кода, компилирую его в .exe файл и переношу на рабочий стол. Для автоматизации запуска данного файла вызываю окно выполнить и написав представленную команду открываю планировщик заданий. Затем захожу в библиотеку, где в правой части меню действия кликаю создать задачу. В появившемся окне ввожу ее имя, а чуть ниже активирую функцию выполнить с наивысшими правами. Перехожу на вкладку триггеры и нажимаю на кнопку создать. В параметрах оставляю выполнение задачи однократно, а чуть ниже активирую данное поле и указываю запуск каждые 5 минут. Затем из выпадающего списка в течение какого временного промежутка ее нужно выполнять устанавливаю бесконечно. Нажимаю окей и перехожу на вкладку действия. Здесь снова кликаю создать и в данном поле нужно указать путь к exe файле qскрипта, который следует запустить. Для этого нажимаю обзор и перехожу к его расположению. Дополнительно рекомендую прописать путь к рабочей папке. Сохранив настройки, далее в условиях деактивирую указанные значения по питанию. На последней вкладке параметра снимаю галочки напротив представленных полей. Создав таким образом задачу, можно проверить ее работу путем нажатия выполнить. Далее я открываю окно telegram бота и на ноутбуке разрываю сетевое соединение путем извлечения из него лан кабеля. В результате, после ожидания 5 минут от начала настройки задачи в планировщике, приходит сообщение о том, что хост недоступен. Если требуется мониторить состояние нескольких компьютеров, серверов или сайтов, а возможно и в совокупности, то представленный блок скрипта, отвечающий одному хосту, можно скопировать и вставить ниже, изменив его название. Безусловно, в нем указываем IP адрес или домен другого сетевого устройства. В текущем случае можем видеть, что ноутбук с адресом 192.168.1.71 находится в сети, а компьютер с IP 192.168.1.72 не пингуется. Таким образом, в результате проверки кода скрипта в telegram пришло только одно сообщение. На этом у меня все, желаю всем удачи и спасибо за внимание.